Друзья мои, никто не говорит об этом, но российская армия только что начала крупное наступление по всему Луганскому фронту. Этот последний прорыв России может стать критическим для Украины. Сейчас русские опасно приближаются к стратегически важному городу Купинск. И если ничего не предпринять, украинские войска, расположенные на восточном берегу реки Оскол, могут оказаться отрезанными и попасть в окружение. Еще один выпад, и все, конец игре. Здесь вы видите, как русские пехотинцы наступают с непоколебимой решимостью, яростно атакуя вражеские опорные пункты. Уступающие по численности вооружению местное украинское подразделение территориальной обороны, охранявшее сектор, мало что могло сделать, чтобы остановить их. Ситуация настолько плоха, что даже элитная украинская бригада АЗОВ описала это как одно из самых напряженных направлений наступления противника. В данный момент украинское командование пытается перебросить как можно больше подкреплений, чтобы закрыть эту брешь. В течение июля российские механизированные подразделения наступали на ряд населенных пунктов Луганской области, такие как Стельмаховка, Макеевка, Андреевка, Синьковка, Степовая Новоселовка. А пару дней назад первая российская танковая армия перешла в наступление и заняла село Песчаное. Прорвав оборону противника, они неумолимо проникают все глубже и глубже в украинские тылы. Господин президент, мы очень сильно облажались здесь, здесь и здесь. Другими словами, крах этих украинских позиций может ознаменовать заключительную главу Луганского фронта и, таким образом, начало второй битвы за Купенск. Мейнстримные СМИ. Возможно, у России заканчиваются танки. Реальность. Верховный главнокомандующий Украины признает, что с 2022 года количество российских танков удвоилось, что я нахожу забавным, так это то, как Форбс открыто высмеивал возможности этой российской бронетанковой группировки, действующей на Луганском фронте. Они сообщили, что первая танковая армия России выиграла свое первое сражение за два года, продвинувшись на милю и заняв полдюжины зданий. Они серьезно недооценили угрозу, исходящую от всех этих бронетанковых и моторизированных полков. И вот теперь первая танковая армия движется прямо к воротам Купенска. Все знают, что серые тучи надвигаются на этот стратегически важный город. 20 июля на сайте города появилось сообщение о том, что, цитата, «Оккупанты впервые сбросили бомбу весом полторы тысячи килограммов на центр Купенска». Теперь лишь вопрос времени, когда украинские войска вступят в жестокие бои от дома к дому, чтобы сохранить Купенск, который станет очередной мясорубкой уличных боев для украинской армии. Не говоря уже о проблемах с логистикой, с которыми вскоре столкнется украинская армия, поскольку все мосты через реку Оскол постоянно бомбит российская авиация. Добро пожаловать на History Legends. И вот последние новости о российско-украинской войне. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Как вы знаете, на некоторых из моих видеороликов об Украине ограничена или отключена монетизация. Так что не забудьте зайти на мой Patreon или Paypal, чтобы поддержать меня. Спасибо всем, кто уже помог. И добро пожаловать в штаб-квартиру. Прежде чем погрузиться в подробности, надо начать с предыстории. Начиная с лета 2023 года, мы много раз говорили о Луганском фронте и бесчисленных операциях России, направленных на прорыв к реке Оскол. Российская армия пыталась снова и снова. Так выглядел фронт 1 мая 2023 года. А это линия фронта на 1 июня 2024 года. Мы также говорили о возможности российского наступления в направлении Лимана, которое открыло бы дорогу на Славянск. Но из-за стратегического значения этого города украинское командование чрезвычайно укрепило этот район и направило многочисленные подкрепления для контратаки любых российских продвижений. Например, ударные подразделения элитной 3-й штурмовой бригады АЗОВ в Тернах. Однако, как вы знаете, русские и украинцы, они очень упрямые. Если что-то не срабатывает 8 раз, что они делают? Верно, они пробуют в 9-й раз. В середине июня 2024-го вечеринка закончилась, когда украинские разведчики заметили значительную концентрацию вражеских сил вокруг Сватова. Российские колонны приближались к городу, и украинцы заметили возросшую активность в секторе, когда российские войска стали проводить все больше пробных атак, чтобы найти слабые места и промежутки между украинскими окопными бастионами. Про-украинский проект Deep State UA даже признал, что уровень военного управления россиян несколько повысился. В конце концов, по их оценкам, российская 20-я армия собрала 10 тысяч солдат из 3-й и 144-й дивизий, а также 450 единиц бронетехники и артиллерийских орудий в качестве ударного кулака для крупного наступления. Украинские командиры понимали, что ситуация может очень быстро стать крайне неприятной. И в дополнение к этому, 18 июня 3-я штурмовая бригада АЗОВ написала в своем телеграмме следующее «Враг усиливает атаки, чтобы достичь границ Луганской области». Из-за этого фактологического заявления АЗОВ подвергся резкой критике со стороны бесчисленных украинских журналистов. И знаете что? Они были правы. Именно это и произошло. Почти. Украинское командование все ждало и ждало этого наступления русских на Боровое. И внезапно, 30 июня, фронт вспыхнул. Крупное российское механизированное соединение двинулось в атаку и достигло окраин Стельмаховки. Однако, как можно видеть на этих снимках, украинцы были готовы, и русских встретила стальная буря. Украинское командование открыло шампанское, думая, что миссия выполнена. Когда 6 июля, откуда ни возьмись, российский штурмовой отряд ворвался в песчаное, и за сутки продвинулся почти на 4 километра. Они полностью вытеснили украинскую 103-ю бригаду территориальной обороны, удерживавшую этот сектор, и сразу же взяли под контроль южную часть населенного пункта. На тот момент, я думаю, у российского командования было три варианта действий. Можно было атаковать прямо по центру и преодолеть 4 километра по открытой местности, используя свою бронетехнику в направлении Песчаного. Или другой вариант, можно наступать через эти два поля и штурмовать Берестовое. Российское командование обхитрило украинцев, совершая разведывательные вылазки по всему фронту, делая их совершенно очевидными. Только для того, чтобы вместо этого пойти в атаку на 15 километров севернее, отвлекающий маневр и главная атака. Опять же, они мастера маскировки. Напомним, что в конце мая русские уже взяли под свой контроль Берестовое. Честно говоря, я чувствовал, что русские что-то предпримут в этом секторе, но я думал, что они будут атаковать на север, чтобы отрезать эти украинские силы. Но, возможно, это было слишком очевидным ходом. Итак, к 6 июля они уже контролировали южную половину Песчанова. Мы можем получить представление о том, как русские предприняли эту внезапную атаку на тактическом уровне. Нападение было быстрым и чрезвычайно скоординированным, совсем не похоже на то, что некоторые описывают как «мясные штурмы». Ему предшествовал проход инженерных машин для разминирования, таких как эта 40-тонная машина БАТ. На этих кадрах, снятых украинским дроном, мы видим 5 российских бронемашин, которые затем резко поворачивают налево. Затем мы видим, как они едут вдоль этой лесополосы. Видите поле на фоне? Слева от них. Оно фиолетовое. Благодаря этому мы знаем, откуда эта механизированная колонна атаковала. Вероятно, они выехали из Крахмального вдоль этой лесополосы, повернули налево, и затем въехали в этот просвет в лесополосе. После этого они поехали вдоль лесополосы в сторону Песчаного, слева от которого виднеются фиолетовые поля. На следующих кадрах в этом же месте мы видим 4 российские бронированные машины, уничтоженные или брошенные. Но видео также немного вводят в заблуждение, потому что на этом оно заканчивается. Мы не можем быть уверенными, что часть этих БМП не вернулась в тыл. Вдобавок ко всему, поскольку мы видим, что украинские минометы стреляют прямо в лесополосу, мы можем предположить, что вся пехота из этой механизированной колонны успела высадиться. И, вероятно, продолжила наступление пешком прямо вдоль лесополосы в направлении деревни. В связи с чрезвычайной ситуацией, думаю, украинцы направили все доступные резервы для контратаки и восстановления утраченных позиций. Причина, почему я так считаю, в том, что у нас есть доказательства в виде отчетов о потерях различных украинских подразделений которые пытались остановить российский прорыв. 6 июля поступило сообщение о гибели командира роты 116-й механизированной бригады, старшего лейтенанта Павла Клепака. Десять дней спустя, 17 июля, майор Леонид Казьменко, командир 115-го батальона 110-й территориальной бригады, был убит недалеко от Песчанова. Несмотря на эту битву на истощение, возможно, украинцы верили, что позиционные бои стабилизируют ситуацию в секторе. Как это уже не раз случалось в прошлом. В течение следующих двух недель фронт не двигался с места, но это позволило первой танковой армии собирать подкрепления и стягивать все новые штурмовые отряды к Песчаному. Важно также понимать, что российское командование не знало наверняка, где прорвется фронт противника. Они посылали пробные атаки по всем направлениям, чтобы посмотреть, где он надломится. Все это время держа резервы в тылу, но как только появляется брешь, они идут ва-банк. 20 июля российские подразделения продвинулись на 700 метров вглубь Песчанова. Два дня спустя они продвинулись еще на 600 метров вдоль главной дороги. К 23 июля Украина потеряла контроль над большей частью Песчанова. Именно тогда оставшиеся защитники сказали, игра окончена, пора уходить. И вся деревня попала в руки русских. Завоевание деревни было приписано 15-му мотострелковому полку, солдаты которого символично подняли российский флаг на мемориале времен Второй мировой войны, посвященном павшим советским войнам. Как обычно, они также подняли Красное знамя. Историческая справка. Во время Второй мировой Первая танковая армия обороняла Северный сектор под Курском. Продвигалась по Украине, пока не достигла реки Висла и приняла участие в штурме Берлина. Согласно последним новостям, передовые части Первой танковой армии возглавили это наступление в направлении реки Оскол и сейчас находятся всего в 6 километрах от своей цели. Если передовые отряды смогут продолжить наступление вплоть до Колесниковки, они фактически разрежут украинский фронт надвое, на Купинскую группировку на севере и Лиманскую группировку на юге. И они едва ли смогут оказывать взаимную поддержку друг к другу. Все это было бы очень похоже на то, через что прошли российские вооруженные силы в Херсоне осенью 22-го. И мы знаем, что произошло дальше. С политической точки зрения, российские военные практически полностью взяли под свой контроль территориальные границы Луганской области, одной из двух мятежных провинций Донбасса. 20 июля российская группировка на луганском направлении предприняла еще одно наступление южнее, на этот раз в направлении Андреевки. Вы можете спросить, почему именно эта деревня? Потому что, если посмотреть на 3D-карте, мы увидим, что в этом месте есть мост, позволяющий переправиться через реку Жеребец. Если русским удастся занять этот переход, это станет еще одним плацдармом, с которого они смогут начать новое наступление и планировать дальнейшие действия. Однако, прежде чем 1-я танковая армия сможет атаковать направление реки, необходимо обезопасить фланги и уничтожить позиции противника к северу и югу от выступа линии фронта. Иначе украинцы смогут контратаковать и окружить множество российских частей, как немцы часто поступали с советами на Восточном фронте. И согласно последним новостям от 26 июля, российские штурмовые подразделения расширили зону своего контроля, проведя атаку к северу от Песчаного, продвинувшись еще на 2 километра. В некотором смысле успешное наступление на Песчаное было частично обусловлено тем фактом, что лучшие бригады Украины были задействованы на севере, чтобы противостоять действиям России в районе населенного пункта Синьковка. Не менее важным в этом секторе является село Синьковка. Давайте начнем с самой большой угрозы для Украины – битвы за Синьковку. Как вы можете видеть на карте, деревня расположена в 6 километрах к северу-востоку от Купенска. Ах, Синьковка. Как вы видели, я говорил об этом селе уже много, много раз. Это говорит о том, насколько стратегической на самом деле является эта позиция. Однако российская армия оказалась совершенно неспособной занять Синьковку. Без шуток, просто прошепчите слово «Синьковка» любому российскому генералу, и ему будут сниться страшные кошмары. Дело дошло до того, что зимой российский штаб даже уволил двух командующих, отвечавших за сражение, за их некомпетентность. И вот теперь русские решили просто обойти это село. Одним из вариантов было бы продвинуться на запад. Проблемой для атакующих сил является эта обширная лесистая местность, поскольку она сводит на нет огневую мощь русских и преимущество механизированных подразделений. Вариант два – атаковать с восточной стороны Синьковки. Но русские уже много раз пытались, и каждый раз получали отпор. В конце концов, русские сдвинулись с мертвой точки 22 июня, когда они штурмовали и заняли эти две лесополосы. Это длиной 500 метров, а это 800 метров. Две недели спустя, к 7 июля, они расчистили этот участок, взяли штурмом другой, и в конце концов заняли картофельное поле площадью 1 квадратный километр. Но в отличие от прошлого, им удалось сохранить достигнутый темп. Два дня спустя, 9 июля, российской артиллерии удалось вывести из строя ключевые позиции украинских минометчиков, что позволило пехоте атаковать вдоль всей километровой лесополосы к востоку от Синьковки. В целом, на всем протяжении сектора украинцы потеряли большую часть опорных пунктов этой первой линии обороны. Конечно, украинцы собрали свои резервы, сосредоточенные в Петропавловке, но некоторые из них, похоже, были остановлены. Как этот Т-72М1, который был уничтожен FPV-дроном недалеко от Петропавловки. Российская артиллерия также нацелилась на этот город на окраине Купенска и обстреливала все здания, которые, как считалось, могли служить укрытием для войск или хранения боеприпасов. С учетом сказанного, остается лишь вопросом времени, когда украинским войскам придется покинуть эти два сектора, поскольку они полностью окружены. У них не будет другого выбора, кроме как отступить на вторую линию обороны, которая поддерживается третьей линией обороны на расстоянии одного километра от нее вдоль другой лесополосы. Тем не менее, Синьковка остается камнем преткновения. Чтобы ускорить падение города, российская артиллерия снова и снова обстреливала Синьковку. На этом видео мы видим, как пять украинских стрелков убегают из этого разрушенного здания в сторону каких-то окопных укреплений. Тем временем, в районе Лимана Первого, в лесистой местности, о которой я говорил ранее, обе стороны обмениваются артиллерийским огнем. Здесь украинцы обстреливали русских, а на этих кадрах российский 1486-й мотострелковый полк открыл по врагу огонь из РСЗО «Град». Что интересно, примерно в тот же день указом президента, 1486-му мотострелковому полку было присвоено почетное звание гвардейского за проявленное мужество и героизм. Напомним, именно этот полк остановил украинскую контратаку в Бахмуте в мае 23-го. Полагаю, стоит также отметить, что 18 июля российским войскам удалось продвинуться на 500 метров к югу от степовой Новоселовки, медленно продвигаясь к этому населенному пункту. Хотя это может показаться не слишком впечатляющим, тут уместны слова Аль Пачина. Пару дней спустя, 23 июля, украинский бронетранспортер М-113 был уничтожен в этой точке на карте, что помешало украинским войскам провести ротацию. Я также считаю, что русские могли бы начать атаку с севера вдоль этой лесополосы протяженностью полтора километра, что помогло бы им окружить поселение и вытеснить украинцев. Итак, подведем итоги. Нападение на важнейшие мосты через реку Оскол. Прорыв в сторону Песчаного. Обходной маневр у Синьковки. Разведка боем в районе Андреевки. И в рамках этого крупного наступления русские теперь даже атаковали Макеевку. Однако, на мой взгляд, самая смертоносная атака России была бы направлена против Макеевки. Русские могли бы обойти вражеские позиции с фланга от Нова Водянова в направлении Петровского. Похоже, русские пытаются штурмовать этот холм на западном берегу реки Жеребец, что позволило бы им подойти к селу Макеевка с севера. В конце июня российское командование также приняло решение активизировать южную часть Луганского фронта. По правде говоря, атака на Лиман провалилась, атака на Терны также провалилась. Так что настало время просто обойти эти позиции. 28 июня российские штурмовые отряды продвинулись на 6-километровом фронте с максимальной глубиной наступления в 1 километр. Буквально потрогали воду ногой. Однако этого оказалось достаточно, чтобы украинцы направили часть своих резервов на это направление. И бум! Именно тогда русские двумя полками двинулись к Макеевке. Поставьте себя на место украинского командования. Вы не знаете, какая атака является отвлекающим маневром, обманом, а где главная атака. Для вас, как украинского командующего, лучшее решение просто контратаковать и устранить угрозу как можно скорее. Атака была настолько успешной, что они заняли всю 2,5-километровую лесополосу вплоть до реки Жеребец. На следующий день они расширили зону своего контроля, а затем еще раз, к 6 июля. На кадрах, которые мы получили с украинской стороны, мы видим, как русские атаковали, используя тактику проникновения, когда вперед продвигаются небольшие огневые группы стрелков. И благодаря этому видео мы также знаем, что этот сектор обороняла еще одна бригада территориальной обороны, на этот раз 107-я. Прорисовывается закономерность. Как и на других участках фронта, украинское командование начало искать любые резервные подразделения, которые могли бы контратаковать. Международный легион, похоже, был одним из первых подразделений, посланных прямо в пламя битвы, подобно пожарным, бросающимся в горящее здание. Битва была ожесточенной. Украинская артиллерия раз за разом выпускала кассетные боеприпасы по наступающим подразделениям противника, которые укрывались и маскировались среди всех этих деревьев. 9 июля погиб австралийский доброволец Брок Гринвуд, а пару дней спустя и один из его товарищей, доброволец из Польши, Томаш Марцин Сенкава, родившийся 1 сентября 2001 года. Родился в один день со мной. Томаш вступил в Международный легион Украины осенью 2023 года и погиб 13 июля где-то в районе Макеевки. На данный момент по меньшей мере 7 австралийцев и 15 поляков числятся убитыми в рядах Международного легиона. Очень далеко от тех сотен и тысяч, о которых заявляло Российское министерство обороны. К 13 июля передовые подразделения российской армии отбили южную половину Макеевки у Международного легиона. Мы знаем об этом благодаря этим кадрам, на которых российские стрелки заняли позиции внутри здания, только для того, чтобы попасть под нещадный огонь украинской артиллерии. Проблема, с которой я сталкиваюсь в украинских видеороликах, в том, что они всегда показывают вам видео, на которых они уничтожают российские войска, но они не говорят, что они на самом деле потеряли всю эту территорию. Затем украинские операторы беспилотников добавили это предложение. Цитата. «Оккупант решил сбежать в космос, но забыл, что он свинья, а не сокол». Очень поэтично. Настоящая украинская поэзия. Наконец, к 18 июля российская армия активизировала еще одно направление атаки и продвинулась на 2 километра в направлении Невского. Это, безусловно, означает, что у российской армии есть план продвижения к реке Жеребец. Из Макеевки они могут двинуться на юг, а другая группировка, возможно, сможет использовать эти лесные массивы в качестве плацдарма для занятия Невского. Анализ ситуации на Луганском фронте был бы неполным без освещения событий, происходящих вокруг Северского выступа. Мы говорили об этом поселении в моем последнем видео. 19 июля деревня Раздоловка окончательно перешла в руки русских. Запасной позицией Украины была эта лесополоса длиной 2,7 километра к северу от села, но похоже, что игра уже проиграна, поскольку российские штурмовые подразделения уже штурмуют все эти украинские позиции. У нас есть эта запись от 23 июля. Российская бронетехника въехала на открытую нейтральную территорию, впереди колонны шли машины разминирования. Пройдя через минное поле, БМП рассредоточились и стали расстреливать позиции противника в упор. Украинцы, должно быть, были в ужасе, видя приближающиеся БМП. Затем русские пехотинцы штурмом взяли вражеские окопы. Все это говорит о том, что если русские займут город Северск, это может сдвинуть с мертвой точки южный участок Луганского фронта и позволит им наступать в направлении Лимана. Это все, что у меня есть для вас на сегодня. Дайте знать в комментариях, что вы думаете о моем анализе. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь. А если хотите поддержать канал, зайдите на мой Patreon или Paypal. Ссылки находятся в описании. Подписывайтесь на мой канал.